Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. В Женеве начались мирные переговоры по ситуации в Йемене. В них участвуют представители Саудовской Аравии, йеменских властей, а также повстанцев-хуситов и сторонников бывшего президента Али Абдаллыс-Алеха. Подробности далее. Встречу удалось организовать при посредничестве ООН. Генеральный секретарь организации Пангимун выразил надежду, что переговоры смогут обеспечить хотя бы несколько недель перемирия. Это позволит доставить населению жизненно необходимую помощь. Однако министр иностранных дел Йемена сказал, что пока не видит возможности заключить соглашение о прекращении огня. Несколько недель назад мы давали им шанс на шесть дней. И они использовали это время, чтобы нарастить свою оборону и совершать атаки в отношении гражданских. Противостояние продолжается между нынешним правительством с одной стороны и повстанцами-хуситами и сторонниками бывшего президента Али Абдаллыс-Алеха с другой. Хуситы захватили значительные части страны, включая столицу Сану. Действующий президент бежал за пределы государства. В марте коалиция стран во главе с Саудовской Аравией начала наносить авиаудары по позициям повстанцев. С тех пор в стране погибло более 2600 человек. Представитель хуситов говорит, что больших надежд на переговоры не возлагает. Ожидания не радужные. На данный момент мы видим, что Саудовская Аравия похоже нацелена на продолжение этой войны. Их цель – продолжать свою агрессию в Йемене. И нет никаких признаков того, что она намерена остановить эту агрессию. Тем временем жители Саны говорят – просто хотят мира. «Самое главное, мы надеемся, что агрессия и ежедневные авиаудары прекратятся. Тогда мы почувствуем больше оптимизма от переговоров в Женеве. Но пока никаких воодушевляющих новостей нет». Обнадёживающие новости поступят нескоро. Аналитики говорят – стороны переговоров пока не готовы идти на компромиссы. Президент Судана Амар Аль-Башир вернулся в страну из Южноафриканской Республики. Власти ЮАР отказались его арестовать, несмотря на требования Международного уголовного суда в Гааге. Подробности в следующем сюжете. Йоханнесбург Башир посетил для участия в саммите Африканского союза. До этого он получил от южноафриканских властей гарантии безопасности. При этом суд в Гааге призывал правительство ЮАР выполнить свои международные обязательства. Ордер на арест Амара Аль-Башира Международный уголовный суд выдал в 2008 году. Его обвиняют в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Я думаю, это только подчёркивает зависимость суда от активной кооперации стран. Государства должны сами решить, хотят ли они, чтобы этот суд работал. Хотят ли они, чтобы он обладал теми полномочиями, которыми его наделили. Южноафриканская республика – одна из 123 стран-шленов Международного уголовного суда и обязана содействовать ему в случае необходимости. Однако Башир беспрепятственно прибыл на саммит и провёл в стране два дня. В связи с этим власти США выразили разочарование. Мы разочарованы, что не было предпринято никаких действий и что он смог посетить саммит Африканского союза. Стоит отметить, что по прибытии в Судан Баширу устроили торжественный приём. В районе аэропорта собрались его сторонники. Амар Аль-Башир пришёл к власти в результате военного переворота. Он первый действующий президент, против которого выдвинуты обвинения Международным судом. В ближайшие недели США могут принять решение разместить военную технику в странах Восточной Европы, в том числе в Польше. Об этом сообщил министр обороны страны Томаш Симоняк. Он подчеркнул, окончательного решения по этому поводу пока нет. По его словам, речь идёт о нескольких тысячах солдат и сотнях единиц различной техники. Ранее СМИ сообщили, что Пентагон может отправить в несколько стран Балтии и Восточной Европы танки, боевые машины пехоты и другую тяжёлую технику, а также до пяти тысяч солдат. Сотрудники голландской полиции и Министерства обороны начали новый этап работ на Донбассе в рамках расследования катастрофы Боинга. В пресс-службе прокуратуры Нидерландов заявили, цель экспертов – найти доказательства, которые могли бы подтвердить или опровергнуть несколько версий катастрофы. Ожидается, что эксперты будут работать около двух недель. За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих. Ещё пятеро получили ранения. Боевые действия и провокации со стороны террористов продолжаются. Противник использует практически все наявные в него зразки озброения, от стрелецкой оружия до тяжелой бронетехники. Также активные боевые действия ведутся на широком районе фронта – от Гранитного до Горлевки. На Луганскому напрямку найактивные боевые действия ведутся на Бахмутской трассе. Насамперед идет о селище Новотошківське, которое было обстреляно из 122-мм гармат. И на певнице от него, в трикутнике Сокильники, Кряківка, Трехизбинка, произошло боевое сутки с диверсионной разведывательной группой врагов. Водночас так званий турбуючий вагонь боевиків, переважно стрелецької зброї, не припиняється и в районі Попасни, Счастья та Станиці Луганської. Верховная Рада отправила на доработку проект бюджетной резолюції на 2016 год. Его разработал Кабинет Министров. При определении основных направлений бюджетной политики учитывались ориентировочные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2016 год. Воловой внутренний продукт в денежном выражении составит 2 трлн 100 млрд грн. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет составит почти 10%. А обменный курс гривны к доллару США в среднем за период 22,5 гривны. Украинское правительство рассчитывает, что в будущем году экономика вырастет на 2%. Об этом сообщила министр финансов Наталья Ереська. Также министра коснулась болезненной темы индексации пенсии и зарплат. По словам Ереська, этот процесс можно будет ускорить после завершения переговоров по реструктуризации внешнего государственного долга Украины. Она напомнила, в текущей версии бюджета проведение индексации запланировано на 1 декабря. Но в случае увеличения поступления в бюджет или уменьшения расходов, это удастся осуществить и раньше. Ереська также напомнила, 5% ВВП Украины идет на покрытие внешнего долга. В столице Грузии Тбилиси продолжают разбирать завалы после разрушительного наводнения. Напомню, оно унесло жизни 15 человек. Власти почитали ущерб, нанесенный стихией. По словам вице-премьера Кахи Каладзе, на восстановление потребуется 45 миллионов долларов. Грузинская власть обратится за международной поддержкой. Сейчас большинство центральных дорог в Тбилиси уже расчищено. Не до конца остается ясна ситуация со сбежавшими из зоопарка животными. Неизвестно, пойманы ли все. Вчера на нашей территории деяких тварин мы нашли. На жаль, они были мертвы. Сегодня пошуки продолжаются. Мы сможем сказать, сколько тварин убито, а сколько живи, только сгодом. Жители шести деревень на индонезийском острове Суматра эвакуировали из-за извержения вулкана Синабунг. Из кратера снова вырвались клубы газа и пепла. Ранее власти эвакуировали более 1200 человек из двух деревень, расположенных рядом с вулканом. Теперь очередь дошла до жителей других населенных пунктов. Вулканическая активность Синабунга увеличилась утром. В 7 часов 30 минут произошел выброс горячего пепла на высоту в 2,5 километра. Примерно в 8.16 утра пепел выбросило по направлению к юго-востоку. Извержение продолжалось 290 секунд. Вулкан Синабунг спал более 400 лет, пока не проснулся в августе 2010 года. После этого извержения происходили в 2013 и 2014 годах. В начале июня власти Суматры повысили уровень опасности до максимального. Начиная с субботы свои дома покинули более 3000 человек, живущих в радиусе 5-7 километров от Синабунга. Вулканологи опасаются, что в ближайшие дни из кратера может хлынуть раскаленная лава. В прошлом году из-за извержения погибли по меньшей мере 14 человек. 60 детей и их опекунов эвакуированы из изолированного монастыря школы в Непале. Для этого задействовали вертолеты Всемирной продовольственной программы ООН. После недавних разрушительных землетрясений монастырь был полностью отрезан от внешнего мира. В результате подземных толчков он получил значительные повреждения. Практически полностью разрушены кухня и крыло, где располагается общежитие. Следующие толчки привели к оползням. Таким образом, единственная дорога к монастырю оказалась полностью перекрыта. Они жили под брезентовыми настилами. Еды не хватало. Дети потеряли возможность учиться. В зону доставляются товары первой необходимости. 60 послушников монастыря и их опекуны будут переправлены в другие монастыри в более безопасных местах. Во Всемирной продовольственной программе сказали, каждый раз, когда вертолеты возвращались за детьми, они доставляли на место палатки и инструменты. В монастыре останется небольшое число монахов, которые будут заниматься восстановлением зданий. На данный момент ООН пытается добраться до самых высокогорных поселков Непала, которые могли пострадать от землетрясения. Людям доставляют продукты и предметы первой необходимости. В Сеуле медработники начали дезинфицировать мебель и оргтехнику в общественных местах, чтобы предотвратить распространение вируса МЭРС. До конца недели им предстоит обработать около 10 тысяч интернет-кафе, ресторанов, театров и других публичных заведений. Министерство здравоохранения Южной Кореи сообщило о четырех новых случаях заболевания ближневосточным респираторным синдромом, а также о еще трех умерших. Теперь общее число зараженных составляет 154 человека. Число жертв опасного вируса достигло 19. Две южнокорейские больницы проводят экспериментальное лечение своих пациентов путем введения плазмы крови. Насколько эффективно лечение плазмой крови, специалисты страны еще изучили недостаточно. Министерство здравоохранения уверено, медики избрали верное направление в лечении ближневосточного респираторного синдрома. Вспышка вируса МЭРС началась в Южной Корее после того, как туда его занес пожилой мужчина, вернувшийся из поездки по Ближнему Востоку. От него заразились пациенты больницы, где он находился. Затем вирус начал распространяться дальше. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Южной Корее число новых случаев заражения резко сократилось. В Харькове стартовала декоммунизация. В городе активно убирают коммунистические символы. Об этом сообщают в соцсетях местные жители. Так, с местного отдела МВД уже убрали герб Советского Союза. А создание СБУ в Харькове демонтировали серб и молот. В Бельгии организовали реконструкцию битвы при Линьи. Она стала последней победой Наполеона Бонапарта. Сражение произошло ровно 200 лет назад, 16 июня 1815 года. Подробнее о реконструкции далее. Безоблачное небо и солнце сопровождали реконструкцию знаменитой битвы при Линьи. На зрелище в бельгийской провинции Номюр пришло посмотреть около 10 тысяч человек. В этой битве 200 лет назад французские войска атаковали пруссов и нанесли армии под руководством Блюхера значительный урон. Наполеон, роль которого исполняет француз Фрэнк Самсон, говорит, что скоро под его контролем окажется вся Европа. Моя армия отлично подготовлена. До обеда всё будет завершено. Победа у нас в кармане. Уже через несколько дней я буду спать в Брюсселе. Противник Наполеона, прусский фельдмаршал Гебхард Леберехт фон Блюхер говорит, что несмотря на поражение, намерен победить французов. Генералы не проигрывают сражений. Они отступают, чтобы подготовиться к новой битве. Мы должны помочь Веллингтону. Вот что мы намерены сделать. Спустя два дня после битвы при Лени произошло решающее сражение при Ватерло. Там Наполеон потерпел окончательное поражение. В реконструкции приняли участие более полутора тысяч человек, включая 80 наездников. Впрочем, главная реконструкция ещё впереди. С 18 по 21 июня в Бельгии состоятся различные мероприятия, посвящённые 200-летию битвы при Ватерло. Как ожидается, они будут ещё ярче и масштабнее. Узнать, как изготавливают хлеб, теперь можно в тематическом парке аттракционов Черкасской области. Необычную площадку под названием «Зерналенд» открыли в селе Ивковцы. Посетители принимают участие во всех этапах рождения хлеба и в мастер-классах. Проходят квест на Семидубовой горе, где, как предполагается, перезахоронен известный гетьман и борец за независимость Украины Богдан Хмельницкий. Дети уже помололи, попекли из этого борошна и поели коржи, вироби. Тут будет ещё печь стоять скоро украинская. А теперь будем молотить зерно. Игри, все розобави, всё в них виртуально, всё в компьютере. А мы тут не только зерно, а и другие этнографические речи показываем дитям. Там и ткацтво, и суканья нитки, и щеботарство, и столярство. Всё, чем жили селяны сто лет тому, все могут попробовать разные их занятия. В том числе погулять в таком невеличком парковом аттракционе, где они властными руками играются. Небоскрёб Месси Турм во Франкфурте на Майне стал местом очередного вертикального забега. Такие соревнования в мире становятся всё более популярными. Высота здания – 250 метров. Участникам пришлось преодолеть 1344 ступеньки. На старте их вдохновляли друзья, родственники и группа поддержки. Состязание для многих было нелёгким. Первым пришёл поляк Пётр Лободинский, вторым – Кристиан Ридл. Было достаточно трудно. Редкий вид спорта доведёт вас до полного изнеможения так быстро. А надо ещё добежать до финиша. Очень тяжело, но весело. Во второй части соревнования вызов приняли профессиональные пожарные. Лестницу небоскрёба Месси Турм они преодолевали в полной амуниции. Некоторые даже в противогазе. Всего в вертикальном забеге на небоскрёб участвовали 344 человека. Башня Месси Турм – третья по высоте здания Германии и Евросоюза. Этой лестницы не было конца. Не было никаких сил добраться до вершины. Препятствий не было, и ноги продолжали двигаться. Но дышать просто невозможно. Но всё равно это здорово. Обычно наибольшая сложность для бега в таких костюмах – это температура. Но сейчас пришлось ещё и здорово поспешить. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире.